всем привет вы на канале давай как есть с вами андрей сегодня к нам на обзор попал необычный фильм и свою необычность он берет даже с название он называется без названия на он такой типа вот он как бы да но и как бы и нет типа счет смотрел без названия в смысле скажи ты чё дебил да без названия пошел ты блин я сам найду этот фильм вот в таком плане он работает и также в общем-то в каждой сцене почти этого фильма есть что-то подобное то есть видите автор заморосился кстати автором этой картины является джонатан паркер который к сожалению в своей жизни еще ничего толком не снял и даже этот фильм к сожалению опять же на кинопоиске всего лишь 6 и 3 и на мой взгляд все-таки это маловато да я согласен что это да я на самом деле не согласен блин я чего-то хотел с собой согласиться потом подумал да не хочу с собой соглашаться нет это фильм для всех его надо всем посмотреть его основная фишка в том что как раз таки он типа для всех он вот задаст такое зерно мыслей которые нужно ну их просто нужно держать в голове он не дает никаких ответов что самое прикольное какие-то дает конечно для кого-то но в целом все ответы они у тебя вот как ты себе видишь так и есть ладно расскажу кратко фильм главный герой картины адам джейкобс в исполнении потрясающего актера которого все помнят как перед тобой обезвоживаешь маньяк это помидор он будет жемчужиной моей коллекции как оказалось он достаточно неплохой актеры в этом фильме он себя раскрывает с наилучшей стороны что вообще его можно увидеть я думал что у него вот этот камео еще что-то назад потом посмотрел кинопоиск и ваня мне сказал что оказывается у нее дохрена фильмов где он снимается в общем но он довольно характерный актер но он актер категории там b или как-то называется когда типа если сказать откуда он ты ты можешь его вспомнить но по факту ты никогда в жизни не вспомнишь как его зовут его кстати зовут адам голдберг а теперь самое сложное попытаться описать о чем фильм ну если вкратце попытаясь взять только вот самую пенку с этого прекрасного латте могу сказать что наверное фильм все-таки об искусстве обществе и понимании того что есть что что есть общество что есть искусство и как классно с этим фильм играет насколько он филигранно подчеркивает причем подчеркинг идет везде в картинке картинка тоже непростая есть откровенно артхаусные кадры которые в обычном кино ну типа такой бэ че такое такого не видел есть музыка который на протяжении всего фильма тебе доказывает о том что трэш дерьмо может быть классным фоном абсолютно классным ты слушаешь и ты такой вау круто а если прислушаться то там играет Какая-то херобора полная Это все идет к тому, что Собственно сам Эдриан делает Он талантливый музыкант, пианист Но при этом он является композитор Ну по крайней мере он так себя называет И он композитор вот этого неоднозначного Сложно найти конкретно Какую-то деталь того, чего он композитор Но скажем прямо он артхаусный Композитор, если есть такое вот Если есть такое слово То есть он не приемлет привычные октавы Он не допускает привычной композиции Он пытается работать со звуком И там звучит очень классная Мудрая мысль, что такое музыка Что такое шум Гениальное идет объяснение тому, что шум Это нежелательная музыка То есть все может стать шумом То есть то, что ты хочешь услышать, это может быть музыкой А то, что ты уже не хочешь слышать, это может быть шум И симфония Бетховена может быть шумом Для тебя И это круто, весь фильм таким образом играет с тобой Которому в противовес ставится его талантливый Художник-брат, который рисует Ну, опять же, приятные глазу Но далеко не гениальное произведение В чем, собственно, идет основной такой подкол На самом деле сложно сказать, кто над кем там прикалывается Потому что по факту все люди там вращаются Просто на 180 градусов постоянно Меняется отношение к персонажу Только ты его вроде как принимаешь как художника Оказывается, что на самом деле на арене художников он теряется И, ну, совершенно он никакой ничего не значит Такая же фигня и с музыкой Ты вроде только слышишь, какой там трэш-дэд играет у него И ты думаешь, фу, блин, а что за дерьмо? А потом показывают действительно гениального человека в этом И там музыка, ну, на другом уровне Она очень классная, она очень мелодичная При том, что, опять же, используется нестандартная вот музыка-воспроизведение И получается очень круто А главное, что все это вот так сверху, вот так вот, вот так вот сочно Приправлено юмором Потому что для меня лично перевертывание вот его нотного стана Это просто, это лучшая шутка за весь фильм Это, это гениально Чтобы вы понимали Я не знаю, будет ли это спойлер, но я скажу А потом посмотрю, может вырежу, может нет Суть в том, что они играют какую-то, ну, херню То есть он такой Он такой А девочка у него берет такая И она переворачивает ноты А они записаны так То есть там реальная картинка, где она там в кулак орет Рвет бумагу Они звенят цепями И потом они опять это переворачивают Я не знаю, для меня это какое-то эстетическое наслаждение Того, что, блин, он все это реально записал Это не дерьмо, которое, типа, да Ну, типа, собрались и там что-то, ну, как бы, пошумели Нет, это реально его произведение Он именно так и задумывал Более того, за плохое исполнение он отчитывает музыканта Опять же, фильм настолько, вот, он играет с тобой Реально, это как ребус, но только без отгадки Я не знаю, как точно, вот, типа, как, не знаю, бесконечная пятнашка То есть ты пытаешься, вроде как, уравнять Ты пытаешься понять, кто там кто и кем является Но они все меняются Просто очень быстро И даже вот эти его музыканты Ну, казалось бы, они играют дерьмо Они настоящие музыканты Они должны понимать, что это, ну, что это не музыка Но при этом он действительно идет и репетирует Удар по ведру, ведру с цепями Он должен с полной отдачей его делать С поворотом бедер И только тогда звук будет достаточно эмоциональный И в этом, с одной стороны, бред Но с другой стороны, блин, что-то есть Вот реально есть Особенность смотреть картину в целом И слышать каждый звук Ну, на самом деле, ее реально надо пересматривать Потому что я вот второй раз, когда смотрел Это первый фильм, который я решил посмотреть дважды И вот, ну, практически подряд Потому что его надо пересматривать Потому что ты, когда ты в конце уже понимаешь Что, в общем-то, здесь почти все Не имеет никакого ответа А что это просто вот, ну, это варианты Ты сам смотришь на варианты и сам принимаешь решение Но когда ты второй раз смотришь, ты уже такой А, я понял, у тебя режиссер интересная Вот такая заметка Вот, это плюс картины Минусом картины для меня Как раз то, что никаких ответов нет Ну, наверное, там их и быть не может Это просто мне он вот зашел в данный момент Кто-то может сказать Ну, что за бред, ну, понятно Что этот вот такой-то такой-то сякой Но то, как они все это обыграли Вот это искусство, современное искусство Которое очень сложно понимается людьми Если кто, ну, как бы ходил с кем-то там на выставке Да, там вот эти вот Ну, вот очень хорошая сценка Это что такое? Как что? Это Энди Уорхол Самый знаменитый художник 20 века Интересно, как бы я смог понять, что это великое искусство Если бы ты меня об этом не предупредил Вот, об этом и речь, блин И никто толком не знает, как правильно И никто не понимает, в какой момент кто-то становится художником А кто-то остается, ну, вот это дерьмолепом каким-то Непонятно Лично мне, хотя я достаточно приземленный человек Мне нравится полок Я, блин, я почему-то думаю, вау, круто Мне не очень нравится Уорхол, но при этом полок мне заходит И если бы у меня было 4 миллиона долларов И все остальные были дела закрыты Ну, наверное, я бы взял, да, да Классная тема Ну, наверное, да Вряд ли я бы стал на него копить, конечно Но, блин, офигенный По 6,5 балльной шкале я бы сказал, что лично от меня Я ставлю этому фильму, блин, 6,5 баллов Не потому, что это высший фильм А просто хочу, чтобы он у меня Чтобы вот, чтобы я попытался его распространить хоть как-то Потому что, ну, блин Мне кажется, его просто каждый должен посмотреть Особенно вот нам с Ваней надо его просто вместе Прямо нам прописанного смотреть Так что у нас как раз разные взгляды Мы как раз идеально подходим для того, чтобы вот Ну, чтобы такой фильм обсуждать Он супер обсуждаемый Самой глобальной звездой является там Винни Джонс И он там играет одиозного художника Которым в конце фильм тоже пошутил И пошутил классно И ты такой, блин, да это же просто гениально То есть, когда ты смотришь первые его работы Ты думаешь, что это за фу, фу, баааа Никогда еще никто не грубил мне так, как ты Вот, но потом фильм такой, типа, вот так И ты такой, блин, а законченное произведение получилось И ты думаешь, да классно же, классно же И то есть, он постоянно с тобой вот переигрывает Ну, опять же, в глобальном смысле Если бы он хоть давал какие-то ответы Которых на самом деле нет Наверное, он полюбился людям И все бы об этом фильме говорили Но так как там нет никаких ответов Поэтому фильм, ну, прошел мимо всех Хотя он достаточно уже старый Его, кстати, можно смотреть абсолютно бесплатно на ютубчике Вот Ютубчик Я тебя советую Ты меня Угу Так, в заключительном слове могу сказать, что А что, собственно, блин, до меня нечего сказать Что вообще обычно мы говорим еще? Ты же кому сказал? Шесть с половиной, да Сказал, что прям все даю очки ему А, ну, в заключительное слово могу сказать Что сейчас такое время, когда надо искать какие-то фильмы На всех платформах, в общем-то, изобилие Все ждут каких-то премьер Но я считаю, что еще есть куча всего, что мы пропускаем Вот, собственно, без названия Это как раз тот фильм, который все пропустили Так что советую Обязательно отпишитесь Кто его посмотрит после этого обзора Если будет не лень, отпишитесь, пожалуйста Мне просто очень интересно Зашел ли он таким же образом, как вот и мне Потому что я уже второй раз посмотрел, и я думаю, я с удовольствием еще раз посмотрю Потому что, ну, там настолько вот эти вот сцены И такие около английского юмора Он не английский, конечно, он не жесткий Но такие вот необычный юмор Который, он... Шутка настолько неяркая, что она, в общем-то, и не теряется с каждым разом Вот в этом его прикол Все, всем пока Подписывайтесь, лайки, все дела Ну и, кстати, если что, я новый канальчик Маленький создаю там с лайфами, фигайфами Все, что сюда не зайдет, зайдет туда Так что, кто досмотрел до конца, переходите по ссылке И все, пока Нормально было помыть Субтитры сделал DimaTorzok